Несколько стран одновременно отметили Блумс Дэй. Это день, в котором разворачивается действие романа Джойса Улисс. Для поклонников произведения по всему миру это еще и праздник. Как странствия по Дублину были перенесены в Саратов, увидела Ольга Яковлева. В этом романе более 260 тысяч слов. Им впору пугать студентов-филологов. Улисс Джеймса Джойса называют величайшим произведением 20 века, а день, в который происходили события, описанные в романе, широко празднуется по всему миру. В этом году Блумс Дэй пришел в Саратов. Название Блумс Дэй происходит от имени главного героя Леопольда Блума, а квинтэссенция празднования представляет собой хождение по его маршруту в Дублине. Но, несмотря на географическую конкретику мероприятия, Блумс Дэй отмечают и в Венгрии, и в Бразилии, и в России. Блумс Дэй я решил провести после того, как прочитал статью Сергея Хоружева, переводчика, этот роман о том, как, собственно, он его проводил несколько лет тому назад в Москве. Я так этим инспирировался, что, собственно, решил сделать то же самое в Саратове, благо, что все знакомства соответствующие есть, и, в принципе, то, что вы сегодня видите, это плод тех усилий. Графику с изображением Дублина специально для Саратова нарисовала художница Наталья Красильникова, а знаменитый переводчик Улиса Сергей Хоружий написал стихотворение. Джойс и Блум, как дом пехот и Санчи Панса под шарманку идиотского романса в старом Мадриде. Пожалуй, даже человек, имеющий о Джеймсе Джойсе лишь отдаленное представление, наслышан о монологе Молли Блум «Потоки сознания без единого знака препинания». Студентки саратовского филфака решили не просто прочитать, но и разложить его по ролям. Мы же не думаем нормальными, хорошими предложениями в своей голове. У нас постоянно кусочек какое-то предложение, потом оп, перескочили другую мысль, мысль зацепилась за следующую и так далее, и пошло-пошло, вообще куда-то какие-то неведомые края. Каждая женщина, читая монолог Молли Блум, понимает ее и видит в ней себя частично, конечно, не полностью, но частично. На самом деле, мало кто читал роман полностью. Обычно студентам предоставляют на выбор Улисс или более короткий портрет художника в юности. Как правило, все выбирают второе. Улисс – это слишком большая работа для того, чтобы на уровне студента саратовского университета, с той подготовки, которая здесь есть, чтобы этого было достаточно. Несмотря на то, что о романе много писали литературоведы и критики, в нем до сих пор остаются белые пятна. Загадка Улисса так и не разгадана. А значит, Одиссей XX века Леопольд Блум будет снова и снова проживать свой единственный день жизни – 16 июня. Ольга Яковлева, Арсений Наймушин.